Доматэ 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 халяль. Фермеры увидели работу современных линий по обвалке мяса, убою разделки и упаковке. Ознакомились с работой холодильного оборудования и недавно запущенного цеха по производству консервов. У нас и скота много, и овец, и крупный рогатый скот. Нам весьма приятно, что здесь у нас такое предприятие открылось. Мы думаем, что нам не придется возить куда-то за пределы республики. Это нам очень хорошее будет подспорье. Важным этапом встречи стало обсуждение форматов и направлений сотрудничества между группой компании «Домотей» и фермерскими хозяйствами в сфере возрождения овцеводческой отрасли республики и насыщение рынка широким ассортиментом продуктов из баранины. Уже на сегодняшний день ассортиментная линейка завода насчитывает более 200 позиций и включает в себя натуральные полуфабрикаты из баранины и огнятины, фарши, маринады и консервы. В этот же день для участников экскурсии организовали совещание. На нем обсудили вопросы племенного дела, генетики и использования современных репродуктивных технологий, направленных на улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота и создание племенного ядра высокоэффективных животных. Завод и впредь будет наращивать ассортимент продукции. А со стороны Министерства сельского хозяйства будет всяческая поддержка в развитии овцеводства, отметил министр отрасли Анзур Баташев. В том числе для этого, чтобы мы с вами договорились, чтобы вы сами услышали, какие у них есть возможности, какие меры поддержки от нас есть. И в конце концов, чтобы мы вместе объединили, чтобы этот завод работал на полную мощность и работал долго во благо нашей республики. Специалисты сервисной компании «Домотэ» рассказали фермерам о поддержке, которую они готовы оказывать в вопросах ветеринарии, выращивания овец, растеневодства, кормления. Ответили на их вопросы, предложили сотрудничество на взаимовыгодных условиях и участие в конкурсе «Лучший фермер». Впервые такое большое количество сельхозтружеников посетили завод. Результатом совместной работы, после подробного изучения информации, будет подписание контрактов между группой компании «Домотэ» и владельцами фермерских хозяйств. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. Тотальная слежка, штрафы и розыск нарушителей. В ГИБДД «Черкеска» рассказали об интеллектуальной системе видеонаблюдения «Паутина». Какие меры применяют для поимки злостных нарушителей и как работает система, расскажет Дарья Тандит. Система наблюдения «Паутина» действует на территории Карачаева-Черкесии с 2022 года, обеспечивая прямой доступ к базам фиксации проездов всех автомобилей во всех регионах, подключенных к системе. Она позволяет инспекторам ГИБДД получать данные нарушения правила дорожного движения. «Паутина» сама сигналит о проезде разыскиваемого автомобиля под камерами. По городу Черкесску установлено 32 камеры и более 100 по всей республике. Начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений МВД по Карачаевой-Черкесии Руслан Вастанов поделился статистикой выявления нарушителей за июль 2023 года. За июль месяц текущего года сотрудниками госавтоинспекции Карачаевой-Черкесской республики было задержано транспортных средств с злостных нарушителей 39 машин и передано службу судебных приставов для дальнейшего приумдительного взыскания административного штрафа. С подложными государственными регистрационными знаками за данный период задержано более 20 автомашин. Транспортные средства, регистрация которых прекращена за текущий период, июль месяц, то есть задержано более 200 автомашин. Также задержано 4 транспортных средства, находящиеся в розыске и помещены на специализированную стоянку и уведомлены инициаторы розыска. У ГИБДД есть несколько способов вычислить водителя с подложными номерами, которые принадлежат другому автомобилю или вообще не существуют в базе данных. Первый и самый очевидный способ – это остановка и проверка документов. Если окажется, что документы и госномер у автомобилиста не сходятся, то у водителя возникнут проблемы. Обнаружив машину со странным номером, инспектор ГИБДД составляет рапорт о выявлении правонарушения и передает местному подразделению в место, где камера сняла нарушителя. Паутина, которая позволяет выявлять из потока транспортных средств такие транспортные средства с подложными государственными регистрационными знаками, регистрация которых прекращена, также злостных нарушителей. Злостными нарушителями являются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных штрафов. Подложными государственными регистрационными знаками являются транспортные средства, которые заведомо используют подложные государственные регистрационные знаки с других транспортных средств. Штраф 5000 за установку либо лишение. Также на водителя составляется административный материал, за который идет лишение от полугода до года за управление транспортным средством заведомо подложенным государственными регистрационными знаками. С помощью паутины вычисляют автомобили с прекращенной регистрацией. Причины бывают разные. Согласно правилам государственной регистрации транспортных средств, пункт 56, владелец по каким-либо причинам не ездит на автомобиле, собственника лишили прав и он не может управлять автомобилем, или машина попала в серьезное ДТП. Госномера признаются недействительными и вносятся в разыскные учеты. Сотрудники госавтоинспекции изымают госномера и свидетельства о регистрации. Также составляют административный материал, постановление сумма штрафа 800 рублей. После этого гражданин имеет право обратиться в регистрационное подразделение, если у него есть договор купли-продажи, для того, чтобы поставить транспортное средство на учет за него как собственникам. Совсем скоро ни одно транспортное средство не ускользнет от объективов паутины. Следовательно, каждому водителю полезно иметь представление о работе интеллектуальной системы ГИБДД, чтобы знакомство с ее возможностями на дороге не стало неприятным сюрпризом. Дарья Тендит, Анастасия Алой, Вести, Карачаева, Черкесия. В нынешнем году во всероссийском календаре соревнований по боксу появился новый турнир. В память о выдающемся тренере Александре Давыдове в Черкесске 14 августа будут организованы состязания, на которые приглашены спортсмены из многих регионов России. Лучшие по итогам турнира боксеры получат пропуск на первенство страны. О том, чего ждать от предстоящих соревнований, в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. В 2022-м в республиканской столице прошел первый боксерский турнир, посвященный выдающемуся наставнику Александру Давыдову, который воспитал не одно поколение успешных спортсменов. В открытом первенстве тогда приняли участие представители 16 регионов нашей страны. Впрочем, было понятно, что выход состязаний на новый уровень – лишь дело времени. И вот в ближайшие дни в спорткомплексе «Юбилейном» пройдут соревнования, имеющие статус отборочных на всероссийский турнир. О намерении отправить своих спортсменов в Карачао-Черкесию уже выразили десятки ведущих боксерских школ России. Для того, чтобы этот турнир стал всероссийским и имел статус отборочного, мы вышли от управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, мэрии города Черкеска вышли с предложением на Министерство спорта Российской Федерации, также Федерацию бокса Российской Федерации, что хотим провести всероссийские соревнования, которые бы имели статус отборочного. Эту инициативу поддержали в силу того, что Александр Испанович Давыдов очень популярный в сфере спорта и в сфере бокса человек. Пару месяцев назад в Черкесске была открыта мемориальная доска Александру Давыдову. Около дома, где многие годы жил тренер, встречались его ученики, победители и призёры крупнейших международных боксёрских турниров. В жизни каждого из них Александр Степанович оставил огромный след, став учителем, примером для подражания, для кого-то ни много ни мало вторым отцом. Поэтому неудивительно, что воспитанники и спортивные функционеры решили и с помощью масштабного соревновательного проекта увековечить имя известного в России специалиста. Александр Степанович Давыдов очень глубокий человек. Обладал очень большим талантом как педагог, как тренер, как наставник, как учитель, как отец. Он стал отцом большому количеству ребят в нашей республике. И сегодня это уже взрослые состоявшиеся мужчины. До первого удара гонга, который известит о начале поединка в юбилейном, осталось совсем немного. Организаторы и боксеры надеются, что жители и гости республиканской столицы заполнят до отказа трибуны спорткомплекса в ближайший понедельник, 14 августа, чтобы поддержать участников крупного турнира памяти Александра Давыдова. Артур Мухцер, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Нартовцы снова радуют своих болельщиков разгромным счетом 6-0 в домашнем матче с соперником из Махачкалы, Динамо, Дагестан. Наша команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице третьего дивизиона зоны ЮФО СКФО. Кто из футболистов отличился голами на этот раз и как прошел матч, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. После обидного поражения в домашней встрече с Ангуштом из Назрани, наша команда победила на выезде в Краснодарском крае. Каким же будет сегодня, матч покажет время. А мы спросим сейчас у болельщиков, какой у них настрой. Каким будет строй? 3-0, Нарт выиграет. Счет будет 4-0 в нашу пользу. Настрой замечательный, праздничное настроение. Вот вместе с сыном сегодня пришли на Натч. Как считаете, каким будет счет? Ну, я думаю, 2-0 наши выиграют. Что пожелаете футболистам? Хочу пожелать футболистам удачи. Кто лучше готовился, тот и выиграет, та команда и выиграет. Хочется пожелать всего самого хорошего всем жителям нашей республики, нашим гостям. Команды на поле у всех боевой настрой. Болельщики скандируют Нарт вперед. Игра с первых минут матча была на половине поля соперника. И уже на 10-й минуте гол забивает Вадим Абедоков. Было много моментов забивать махачкалинцам. И еще один гол в сетке ворот, и это автогол от Али Акаева. Таким образом, команды уходят на перерыв со счетом 2-0. Эмоции и впечатления после первого тайма? Ну, пока что все удается. Хорошо. Будем также во втором тайме продолжать. Надо забивать больше. Нам нужна разница. Мячей только вперед. Как поддержка зрителей? Великолепно, как всегда. Во втором тайме нужно добавить голов, порадовать еще болельщиков. Заметные два. Ну и забирать все три очка. Вышедший на замену Бастанов и добавил пару голов сопернику. Вслед за ним дубль оформляет Шахамир Исаев, отправляя красиво кожаный снаряд в центр ворот. Таким образом, счет на табло 6-0. Стадион ликует и благодарит любимую команду за победу. А помощник тренера поделился, что же стало провальным в прошлой домашней игре с Ангуштом. Очень тяжело втягивались в игру. Мы провалили эпизоды игры в первом тайме, чем воспользовался соперник. И во втором тайме уже, когда взялись за дело, стали исправлять, нам, к сожалению, не хватило времени. Два эпизода мы позволили Ангушту, которыми соперник воспользовался. Вся борьба у нас еще впереди. И все будет нормально, однозначно. Следующая игра состоится 16 августа на выезде. Сувор, Дагестан из Каспийска. Ну а домашняя встреча пройдет 5 сентября на стадионе Нарт. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Православные христиане сегодня отмечают праздник в честь Рождества Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на Руси. Он считается покровителем путешественников, обездоленных и несправедливо осужденных. В этот день принято делать добрые дела, провести его необходимо в молитвах и заботах о семье и доме. Если они искренние, непременно будут услышаны. В то же время ни в коем случае нельзя давать деньги в долг вязать, вышивать, проводить домашнюю уборку, а также ссориться с близкими. Считается, что Николай Угодник помогает примириться с поссорившимся, исцелиться от недугов и зависимостей, а также тем, кто болен, а одиноким обрести семейное счастье. В Санкт-Петербурге проживает немало представителей Карачаева-Черкесии, которые достойно представляют нашу республику, проявляя себя в различных сферах. Один из них – Мурат Хачиров, майор внутренней службы управления МВД России на транспорте по северо-западному округу, который дослужился до начальника объединенного склада вооружения материально-технического имущества. «Находясь вдали от Малой Родины, выходцы из Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербурге много лет, все исторические даты, религиозные праздники отмечают, собираясь вместе. Как живется вдали от Малой Родины и что нужно, чтобы молодежь хорошо знала язык, культуру и традиции?» Мурат Хачиров рассказал о Лединаевой. Интервью смотрите далее. Наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения и всего доброго!